Всем привет! Гороскоп на 24 августа 2021 года для всех знаков зодиака. Идёт третья фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Рыб. Продолжается 16 лунный день. В 22 часа 56 минут Луна переходит в знак Овна. А с 20 часов 48 минут и до 20 часов 58 минут следующего дня – 17 лунный день. 17 лунный день – хороший, счастливый день, символом которого является виноградная гроздь, олицетворяющая плодородие и древо жизни. Сегодня день активного отдыха, день обретения внутренней свободы, раскрепощенности. Устроенные сегодня вечеринки будут иметь успех. Символ дня – гроздь винограда, а покровительствующий бог Дионис, он же Вакх. В Древней Греции именно в этот день устраивались вакханалии – празднества в честь бога вина Диониса. Винные празднества собирали весь город. Люди танцевали, общались, не было стеснения и вражды. Но воздействие хмеля имеет и обратную сторону. Многие под воздействием вина становились агрессивными, начинались драки и бойни. Весь сегодняшний день пройдёт в духе, подобных вакханалий. От общения можно почувствовать настоящую радость. В любви и интимной близости открыть новые грани. Но злиться и ссориться нельзя. Чтобы впасть в буйство, не обязательно даже выпивать. Хмель сегодня разлит в воздухе. Потерять над собой контроль очень легко. Поэтому следите за своими негативными эмоциями и старайтесь их контролировать. Можно посетить вечеринку, но сидеть в углу и скучать на ней нельзя. Энергию дня надо потратить на обретение радости, внутренней свободы, на достижение экстаза. Семнадцатый лунный день – это ещё и день любви. Он связан с женской энергией, которая на санскрите обозначается как в шакти. Сегодня луна покровительствует жрицам любви и танцовщицам. Женщины становятся страстными. Сегодня можно найти или обрести свою настоящую любовь. День будет позитивным со всех сторон, если вы не впадёте в буйство или пьянство. Будьте осторожны в обращении с непостоянной энергией 17-х лунных суток. Луна неблаговолит эгоистам, одиночкам, хмурым и замкнутым людям. Авантюризм и неожиданные поступки приветствуются, но до наглости и варварства доходить нельзя. Следите за знаками, которые посылает вам судьба. Считается, что люди, отмеченные природой, сегодня получают откровение. Здоровье и питание. Смело посещайте или устраивайте банкеты. Застолья, пышные празднества. Накрывайте широкие столы и ни в чём себе не отказывайте. Можно употреблять вино практически в любых количествах. Полезный когор и сухое красное вино. Опасность для организма, которую день несёт в себе, заключается в инфекционных болезнях. Если 17-й день выпадает на субботу, то это крайне негативный вариант. Болезнь может быть опасной или начнётся внезапно и пройдёт с осложнениями. У женщин, вследствие нерастраченной женской энергии, могут возникнуть психические расстройства. День травмоопасен, поэтому в драке лучше не ввязываться. Сегодня нельзя принимать никакие лекарства. Разумеется, исключая только жизненно необходимые. Особенно опасны наркотические препараты. Они не принесут никакой пользы, только повлекут за собой тяжёлые последствия. Чтобы исцелиться, полезно начать с осмысления своей жизни. Доверьтесь к природе, используйте народные средства или домашние лекарства. Можно сходить в сауну или устроить сеанс омолаживающих процедур. Любовь и отношения. Рекомендуется провести день в весёлой компании, петь песни, участвовать в играх, соревнованиях, торжествах, читать стихи и выступать с речами. День благоприятен для встреч с давними друзьями. Энергетика дня также благоволит любым интимным отношениям. В атмосфере всеобщей раскрепощенности не исключена вероятность случайного зачатия младенца. Ребёнок будет наделён ярким и весёлым характером, удача будет ему сопутствовать. Но в неблагоприятной семье он может вырасти пьяницей и дебоширом. Сегодня удачный день для заключения браков по любви. Такие браки окажутся очень прочными. Работа и творчество. Начинать новые крупные дела не следует, но и рутинная работа с отчётами тоже не годится. Работайте в меру, избегайте перенапряжения. Можно заниматься финансами и недвижимостью, а вот переговоры вряд ли будут иметь успешный исход. Люди, занятые в торговле, сегодня удачливы. Бизнесменам везёт меньше. Им лучше провести свой рабочий день в спокойной обстановке, не создавая конфликтов. Также лучше отложить судебные разбирательства. Творческие люди и деятели искусства испытают настоящий прилив вдохновения. Путешественники могут отправляться в путь. Удачной будет даже небольшая, недалёкая поездка. Обретите внутреннюю свободу. Не сковывайте себя обязательствами перед другими. Не берите и не давайте в долг. Не обещайте кому-либо что-либо. Хорошо, если сегодня у вас выдался выходной. Вы можете собрать компанию друзей и провести весело время. Сад, огород. В 17-й лунный день луна начинает идти на убыль. Это время, когда земля начинает совершать вдох, вытягивая жизненные соки растения, которые начинают уходить в корень. 17-й лунный день – очень благоприятный день во всех отношениях, в том числе и для садовых работ. Символом дня выступает виноградная гроздь, олицетворяющая плодородие и древо жизни. В этот день рекомендуют собирать урожай, либо садить и сеять. Считается, что это самое благоприятное время для сбора винограда и вообще виноделия. Чтобы не пропускать наши ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы! Ваш Палар Волф.